МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лидеры на юге России. Швейное предприятие Сарман работает больше 20 лет. Новая из Ковороды, Армавирская горница выпустила уникальную для России продукцию. Здравствуйте! В эфире новости на канале РЕН-ТВ Армавир. В студии Ирина Белик. Национальные проекты в действии. Армавир принимает участие в реализации всех национальных программ, которые действуют в нашей стране и подходят для города. В этом году достигнуты значительные успехи в области развития образования, культуры и спорта, улучшения демографической ситуации, создания комфортной городской среды, развития экономики. Подробности расскажет Влада Волошина. Увеличение продолжительности и улучшение качества жизни пожилых людей – одна из важнейших задач. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в Армавире созданы гериатрические кабинеты и отделения. Это одно из направлений масштабного национального проекта «Демография». Работает автомобиль для бесплатной доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности Армавира, в медицинские организации города. Машина вместимостью 7 мест оборудована подъемником для перевозки граждан в инвалидных колясках. Благодаря нацпроекту «Демография» и краевой программе развития физической культуры и спорта в Армавире открылся комплекс для занятий спортивной гимнастикой. Здесь смогут одновременно заниматься 24 гимнаста. Зал оснащен поролоновыми ямами, батутами, брусьями и другими необходимыми снарядами. В рамках реализации нацпроекта «Культура» получил поддержку кинотеатр «Марс-Сити». Из федерального бюджета было выделено 5 миллионов рублей, на которые переоборудован малый зал. Появились новые зрительские кресла, кинопроектор, серебряный экран, установлен комплект тифлокомментирования и субтитрирования. «Марс-Сити» теперь будет показывать не менее 50% отечественных фильмов. В рамках нацпроекта «Культура» реализуется и проект «Культура малой родины». Армавирскому драмтеатру выделили около 5 миллионов рублей, на которые была улучшена материально-техническая база и поставлен новый спектакль. Теперь театр может похвастаться новыми креслами в зрительном зале, современным световым и звуковым оборудованием. Новое оборудование в рамках нацпроекта «Культура» получила и школа искусств. Школу посещают 680 детей. Благодаря новому звуковому, музыкальному и техническому оборудованию они получили возможность успешно заниматься хореографией, музыкой, декоративно-прикладным творчеством, постигать азы актерского мастерства. Также благодаря средствам, выделяемым по нацпроекту, город сможет решить ряд вопросов, связанных с реконструкцией учреждений культуры, улучшением материально-технической базы детской музыкальной школы, ремонтом библиотек и пополнением их фондов, а также поддержкой культурных инициатив. В рамках нацпроекта «Культура» в библиотеке Армавира поступают новые книги. В этом году библиотека имени Лунина получила более 80 экземпляров, причем это книги, которых ждали читатели. Новые книги теперь есть во всех армавирских библиотеках. В рамках нацпроекта «Образование» в Армавире повышают качество обучения квалифицированных специалистов. В настоящее время в Армавире 9 учебных заведений готовят кадры для производства. На их базе созданы ресурсные центры. Здесь ребят обучают на самом современном оборудовании, приближенном к производственному. В 2019 году в рамках проекта здравоохранения на приобретение нового оборудования для детской поликлиники было потрачено более 22 миллионов рублей. Были оснащены офтальмологические и лор-кабинеты, получили рентгенаппарат и два аппарата УЗИ. Теперь ребятишкам проверяют зрение на современном аппарате, а для органов слуха и дыхания есть лор-комбайн. Поступил и 12-канальный аппарат ЭКГ. Лаборатория получила гематологические и мочевой анализаторы. В рамках национального проекта образования продолжается строительство школы в Северном микрорайоне. В общей сложности из бюджетов разных уровней на строительство нового здания выделяется 900 миллионов рублей. Школа будет оборудована по современным стандартам и рассчитана на 1100 учеников. В рамках реализации программы «Современная школа» национального проекта образования в Армавире создан Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Он разместился в школе номер 20. С помощью новой структуры школьники получат более глубокие знания по технологии, информатике и обыжи. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта формирования комфорта и городской среды в Армавире идет строительство парка «Городская роща». Начался первый этап. Зеленая зона займет площадь в 278 гектаров. На территории парка обустраиваются детские спортивные площадки и устанавливаются спортивные комплексы, построят дорожки для велосипедистов, укладывается тротуарная плитка и бордюры. На эти цели направлено свыше 73 миллионов рублей. Участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в 2019 году уже стали предприятия «Аполлинария», «Домостроитель», «Дорожно-транспортная компания», «Армавирский мясоконсервный комбинат» и «Хлебокомбинат Лавина». Предприятие освоит бесплатную программу профессионального обучения и повышения квалификации управленческих кадров и сотрудников предприятий. Влада Волошина, Евгений Халманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». К другим темам. Большой труд маленького коллектива. Армавирское швейное предприятие «Сарман» работает больше 20 лет. Все эти годы оно является лидером по производству школьной формы и спецодежды. В этом году «Сарман» стал и лауреатом престижных конкурсов. Подробности далее. «Мал золотник да дорог». Эту поговорку можно применить к швейному предприятию «Сарман». В коллективе всего 21 человек, но при этом предприятие уверенно лидирует в области производства школьной формы на юге России. Заказы здесь есть всегда, а в этом году продукция «Сармана» была отмечена на престижных конкурсах. Особое внимание мы очень обращаем на качество. Почему? Потому что сейчас на рынке конкурировать с плохим качеством невозможно. Стали вот в этом году лауреатами конкурса «Делана на Кубале», дипломантами конкурса «100 лучших товаров России». Оксана Чихунова – потомственная швея с 20-летним опытом. Ее здесь называют «на все руки мастер». Именно такие сотрудники и обеспечивают успех «Сармана». Оксана считает свою работу творческой и интересной, относится к ней очень ответственно. К этому делу меня приучила мама еще с самого детства. Поэтому я пошла по ее стопам. Мне очень нравится. Я довольна. Когда сошьешь изделие и нравится людям, это приносит удовольствие. Мы все это делаем с любовью. Чтобы продукция была качественной, необходимо и современное оснащение. Руководство «Сармана» регулярно приобретает новое оборудование. Современные швейные машины облегчают работу людей, делают более качественные швы, и процесс производства идет быстрее. Сотрудники говорят, что здесь установлена чудо-техника. Здесь обрезка, закрепка автоматическая. Не нужно руками обрезать. А еще некоторые машины у нас здороваются по утрам. Включаешь, она говорит, добро пожаловать. И весь день приятно работать. Делать приятное людям – это девиз руководства «Сармана». Помимо производства одежды, предприятие занимается и благотворительностью. Каждый год мы школьникам Донбасса отправляем школьную форму. Бесплатно, да, безвозмездно. И потом в Краснодаре, это интернат для инвалидов, мы тоже помогаем посильно. Пензи выделяли на строительство храма. Сейчас предприятие производит школьную казачью форму, спецодежду для работников торговли и производства, униформу для служащих. В будущем руководство хотело бы расширить производство. Но это пока еще в планах. Продолжаем выпуск. Армавирская горница выпустила уникальную для России продукцию – сковороды с цветным антипригарным покрытием. Для этого на предприятии запустили новую автоматическую линию, которая появилась благодаря участию в государственных программах поддержки. Производство необычной посуды увидела Инна Лепеткина. Армавирское предприятие горница занимается изготовлением посуды с 2015 года. С тех пор здесь наладили производство более 400 видов сковородок, жаровин, казанов из литого алюминия. В этом году компания одной из первых в России начала переходить на автоматизированные линии благодаря государственным программам поддержки. При поддержке Департамента промышленности Краснодарского края нам удалось взять льготный кредит в Фонде развития предпринимательства по 4% годовых. Благодаря этому мы приобрели и запустили новое оборудование по литью, посуды. Это оборудование позволяет значительно увеличить производительность труда, позволяет выпускать совершенно новые виды изделий, более интересного дизайна, более сложной формы. На новой линии предприятия приступила к производству посуды с металлическим блеском красного, синего, фиолетового и серебристого цветов. Вкрапления включены в антипригарное покрытие, которое при бережном использовании служит от 3 до 5 лет. Стойкость и безопасность напыления и металла тестируют в производственной лаборатории. ООО «Горница» – это цикл полного производства. Основу для будущей сковороды плавят из алюминиевой стружки, затем сплав ручную заливают формой без внешнего давления. Литье поддают пескоструйной обработке и напыляют от 2 до 3 слоев антипригарного покрытия. Новое оборудование позволило увеличить мощность на 20%. Сейчас в сутки предприятие выпускает до 4000 изделий. Эта продукция совершенно новая на российском рынке. Никто аналогичную продукцию не делает. Мы первые не побоялись, приобрели это оборудование. Мы стараемся конкурировать уже с китайским производителем. Мы по цене уже сейчас можем это делать. По качеству мы уже давно их опередили. Первую партию с автоматизированной линией отправят уже на этой неделе. Посуду из Армавира поставляют по всей России, а также в Белоруссию, Казахстан и Таджикистан. В городе продукция предприятия представлена в фирменных магазинах «Горницы». Инна Лепеткина, Евгений Халманский, их служба информации, телеканал РНТВ «Армавир». Внимание у горожан! В четверг, 19 декабря, в Армавире проверят работоспособность электросирен в региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения. Включат ее в 11 часов в районе Кирпичного и в поселке Юбилейном. При звуке электросирен просьба сохранять спокойствие. Это была заключительная информация. Эти и другие новости на сайте городармавир.ру, на авторадио и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. Подписывайтесь на наш новый аккаунт «Город Армавир» в Инстаграме. С вами была Ирина Белик. Всего доброго и смотрите канал РНТВ. Редактор субтитров А.Семкин